Дорогие друзья, привет! Сегодня я нахожусь на северо-западе Чехии в городке Лоуны. Позади меня находится исторический центр, который мы с вами посетим. Увидим все самые красивые уголки этого городка. Ну и также посетим собор или церковь Святого Михаила, которая является одной из самых главных достопримечательностей данного края. Так что давайте пройдем и посмотрим. Прямо перед нами находится вход в историческую часть города. Называются эти ворота Жатецкие. И находятся они здесь с 1500 года. С левой стороны находятся еще два артиллерийских бастиона. Ну и сейчас с вами пройдем уже внутрь. Сейчас мы с вами пройдем во внутреннюю часть исторического ядра города. Думаю, что будет интересно и очень атмосферно. Фрат данный небольшой. И здесь проживает всего около 19,5 тысяч человек. Опять же это на 2009 год, может быть сейчас стало и больше. И вот здесь все самое интересное находится в историческом центре. Так что мы сейчас туда и направляемся. Я, кстати, не один. Сегодня со мной Андрей и Аня по машине. И мы вот с вами движемся к церкви Святого Николая. Прямо перед нами уже открывается вид на церковь Святого Николая. Чуть позже я вам покажу одну изюминку, которую мы с вами уже могли видеть в городе Кудногор. Давайте подойдем поближе. Первое письменное упоминание о городе Лолны относится к 1115 году. Благодаря важному положению на дороге из Праги в Германию город начинает процветать. И что интересно, во время гусицких войн Лолны объединились с соседним жатцем в борьбе против императорских войск. И вот мы с вами все ближе и ближе подходим к церкви. Обратите внимание на данный готический эркер. Скорее всего, это, конечно же, не готика и вход в музей, но выглядит потрясающе. И мы сейчас с вами придем на центральную площадь и увидим красивые, порочные, если я не ошибаюсь, сооружения. Обратите внимание, перед нами написано «Галерея Бенедикта Рейта». Это архитектор, который участвовал, и по планам которого построили церковь Святого Николая. Ну, а в Праге, на территории Пражского зала, он участвовал в строительстве Владиславовского зала. И вот позади, обратите внимание, вот она, церковь Святого Николая. И что интересно, что, если вы уже видите, шатровые крыши. Как раз подобные можно увидеть в городе Кутногора, собор Святой Варвары. Ребята нашли отличную смотровую площадку и говорят, что там речка. Кстати, здесь протекает река Охжа, которую мы с вами могли видеть в Карловых Варах. Уже слышен шум реки и, скорее всего, будут фантастические, красивые виды. И сейчас мы находимся на центральной площади. Здесь у нас памятник Яну Гусу. Чуть позже мы на него посмотрим пристальней. Ну, а здесь вы видите перед собой мэрию города Лоуны. И обратите внимание, на верхних этажах у нас бюсты красивых, симпатичных дам. Прямо перед нами Ян Гус, глава протестантов, уситов. Вот так вот раскинул руки. Здесь такие милые улочки с очень интересными магазинчиками, галантереи. И по вот этой улочке мы подойдем, как раз уже видно, к церкови. Это все центр. Андрей, что ты тут интересного нашел? Ну да, в Праге мало подобных магазинов. Сейчас попытаемся попасть внутрь, потому что там, говорят, находится шикарнейший и один из неповторимых алтарей, потому что сделан полностью из дерева. Это своего рода чудо севера Чехии. Надеюсь, у нас будет возможность попасть внутрь, и ковидные ограничения не внесут в данное мероприятие какие-то изменения. Аня, получилось купить? Нет, что я нашла. Не все кармашки проверила. Ясно. Видите, чтобы попасть в церковь, надо было купить маску. Слава Богу, мы их нашли. Да? Да, есть. К сожалению, сегодня закрыто, но вот обратите внимание, через стекло вы можете увидеть алтарь. Видите? Все сделано из дерева. Тончайшей работы алтарь. Вообще красота. Это вот чудо севера, повторюсь. Дорогие друзья, к сожалению, сегодня церковь Святого Николая закрыта. Но, тем не менее, я постарался все равно снять вам этот деревянный алтарь. Вы его увидели из-за стекла. Надеюсь, все-таки вы смогли понять, насколько он прекрасен. И также сегодня закрыта колокольня, поэтому извините, но мы не попадем ни наверх. Кстати, вход на колокольню стоил раньше 20 крон, ни, так скажем, внутрь. Работает с вторника по воскресенье. Но, тем не менее, мы хотя бы мельком увидели, как выглядит этот алтарь. Очень красиво. А для тех, кто хочет рассмотреть, я сделаю фотографии и размещу в сообществе. Мы с друзьями решили прогуляться по маленьким улочкам данного городка и поискать что-нибудь интересное. Какие-нибудь красивые фасады, какие-нибудь уникальные маленькие домушки с красивыми интерьерами. Так что давайте пройдем. Да, обратите внимание. Вот как раз красивый цветочный квитинашеств. Похожи чем-то эти улочки на улечки Чешского Крумлова. С такими же маленькими, аккуратненькими домиками. Здесь тоже, что заметили, обратите внимание, над входом старая часть здания. Ну, а все вокруг уже после реконструкции. Классно они это сделали. Обратно возвращаемся на центральную площадь, где мы уже были, где мы видели памятник Яну Гусу. И пройдемся немножко по торговым улочкам, чтобы почувствовать колорит данного городка. Мы обратно с вами вернулись на торговую улицу. Здесь огромное количество всевозможных магазинчиков. Ну, а с левой стороны центр города. И интересно посмотреть, как живет сам город и жители данного города. Магазинчик Батя. И вот такие вот улочки. Они есть практически в каждом городке Чехии. Торговые. И здесь магазинчики с левой и с правой стороны, кафешки и многое другое. Мы заметили, что здесь огромное количество зоомагазинов. В принципе, как и всей Чехии, к животным относятся трепетно. Их любят и лелеют. Масса аузанины. Кафе, кафе. Даже вон впереди шиша бар. Мы еще с вами находимся за стенами старого города, исторической части. И уже совсем скоро будем выходить в новый город. Но, в принципе, нам там особо делать нечего, потому что нас интересует данная историческая область. Как вам лоуны? Прикольные, ладно? Очень уютные, маленькие города. Единственное, печально, что они попали внутрь, но все равно деревянный этот алтарь, он симпатичен. Будет стимул приехать еще раз, почему его нет? Согласен. И, кстати, мы тут не просто так встали, потому что прямо перед нами находится известная личность Томаш Гарик Масарик, первый президент Чехословакии. Здесь мы уже вышли в новую часть города, и здесь также открывается шикарнейший вид на речку Охже. Обратите внимание, прямо перед нами. И сейчас уже будем возвращаться к парковке. Мы решили спуститься поближе к реке и прогуляться над городскими стенами. То есть, если вы видите, с левой стороны проходит городская стена, где мы только что с вами гуляли, а мы идем по нижнему ярусу. Здесь часто видим велосипедистов, детей, имам с колясками. Ну, в общем, такая вот тихая тропа, тихое место. Вот они пролетели. Друзья, обнаружил спуск к воде, и мы сейчас с вами туда спустимся. Главное, не упасть. В Карловых Варах к этой водичке не получается подойти, так вот здесь с вами подойдем. Вот она. Продолжаем наше движение по набережной. Обратите внимание, какой склеп или что это такое. Интересно. Замурованный. Здесь камень. И написано за старосты Билберта. 19-е столетие. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот. Главное, чтобы сейчас кто-то камеру не выхватил. Я не знаю, вам там видно что-то, не видно. Потом посмотрю сам. Мне прям интересно узнать, что же за этой стеной. Но я уже увижу, когда приеду домой, когда посмотрю. А вы уже увидите позже. Может быть, мы увидим там окаменелости. Или же какие-то тела. Посмотрим. Обратите внимание, мы как раз видим с вами пороги. Ну и здесь написано Млын Жезна. Это у нас мельница. Друзья, мы сейчас покидаем город Лоуны и его историческую часть и едем в городок Жатец, где находится мировая столица Хмеля. Посмотрим на городок Жатец и там уже с вами будем прощаться. Не уходите далеко. И мы уже едем по новой части города Лоуны в сторону Жатца. Обычные, красивые и панельные дома. Что по поводу красивые, Андрей, ты говоришь? Ну, ты говоришь, красивые панельные дома. По поводу красивые, думаю, можно пообсуждать эту тему. Насколько оно кому красиво. Обратите внимание справа, слева, ну, практически везде. Сколько вы видите, здесь везде выращивается хмель. Опять же, такое большое количество хмельных плантаций. Только от того, что мы с вами едем в город Жатец, который является хмельной столицей всего мира. Ну, то есть здесь выращивают хмель для практически всех пивоварин, которые мы с вами все знаем. И здесь же мы с вами попытаемся найти известный бренд Жатецкий гусь. Посмотрим, найдем ли мы его вообще. Дорогие друзья, перед въездом в историческую часть города написано Жатец, место, где пиво дома. Это Жатец, где пиво как дома. И здесь находится Жатецкий пивовар, который мы с вами увидим позже. И сейчас пройдем в историческую часть города Жатец. Обратите внимание, колонка. И вот здесь нажимаешь, и пиво прям течет. Да не бойся, пиво! Вот так вот, посмотрите, тут написано «пятная вода» и здесь хмель. Изображенный, если я не ошибаюсь, конечно. Здесь тоже обратите внимание, написано «Богемия Хоп». И чешский хмель, ну, для вкусного пива. 1993 год. Хмель по-немецки «Хопхель». Андрей, как видит хмель? Да, хмель на немецком из языка «Попхель». Ага. Может быть «Попхель»? Да, ну. Понятно. Ну, может быть. Может быть. Жатецкий пивовар, нет? Не, написано «Жатецкий пивовар». Ну, идем, значит, дальше на поиски. Ищем, ищем. И впереди вы можете увидеть ратушу города «Пушатец». И там будет самый маленький, самый старый хмельничок. Подойдем. Все увидите сами. Обратите внимание, перед нами вот такой вот экспонат. написано «Жатец». И здесь можно увидеть, что в 2004 году городу Жатец исполнилось тысяча лет. И здесь вот такая вот его короткая история. И везде, и всегда присутствовал хмель. Как всегда, по центру города у нас находится чумная колонна, мэрия города. И с левой и с правой стороны, обратите внимание, вот эти вот прекрасные барочные здания. Что-то барокко, что-то неоготика. Красота. Единственное, по-прежнему нигде не вижу Жатецкого гуся. Да даже напоминание о гусе. Но я думаю, мы его найдем. И вот прямо перед нами написано на мэрии «Жатец» место Хмели. Это Жатец город Хмеля. И вот с правой стороны можете увидеть как раз непосредственно тот самый хмельничок. Это наименьшая хмельная плантация в мире. Вот оно прямо перед нами написано «Найменьшая хмельничка на свете». Прямо перед нами сейчас Жатецкий пио-овар, который здесь находится на месте бывшего замка. Ну а здесь вы можете увидеть с левой стороны часть укреплений, которые сохранились. И вот такое вот замечательное здание на углу. Подходим с вами ближе. Вы видите перед собой Жатецкий пио-овар. И скорее всего именно здесь разливается тот самый известный бренд «Жатецкий гусь». А может и нет. Да ну вот мы были на поисках уже детского гусяна. Мне кажется, что гусья не было. Это только шарик. Сейчас зайдем в магазинчик и посмотрим, какие тут виды пива можно купить. Что тут вообще продают в официальном магазине. А только что вы увидели наименование пива, Жатецкого гусяна там не было. Но были другие виды и вот ребята как раз себе взяли. Что вы взяли? Ну, домное пиво. Да, какое-то потом летнее мы взяли освеживающее. Это я не знаю, какой-то просто наркотик. Здесь есть, это так скажем, какие-то новые виды. Это даже бренд «Цели». А вот это «Жатец», видите, Жатецкого гуся здесь нету. 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 Так что это... Пойдем в жареном кушать. Да, жареном. Значит, пойдем в ресторан, возьмем уже разливное пиво и еще раз... И у нас вот Жатецкий гусь. Да, Жатецкий гусь. И у нас. Вот, вот, вот. И наконец-то мы добрались до заведения, где решили и выпить, и отведать пиво, и съесть жареного гуся. Это заведение у медведя. Так что надеюсь, что гуся, хоть и жареного, мы там попробуем. И за Жатецкого гуся. Друзья, как вы поняли, это было как юмористическая часть, потому что Жатецкого гуся, у бренда здесь не существует. О нем никто не знает. Он существует только для стран СНГ. И также в рекламе вы можете увидеть, что Чех отвечает хорошечно. Такого слова тоже нет. Есть слово добже. Поэтому, так скажем, не удивляйтесь, когда люди приезжали и мне пытались сказать хорошечно, на мое такое как бы лицо я не мог понять, что от меня требуется. Поэтому добже. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы посмотрели сегодняшний выпуск. Мы сегодня с вами были влоуны, были вжатцы. Вжатцы еще есть, что, конечно, посмотреть, но мы сегодня вот сосредоточились именно на поисках того самого Жатецкого гуся. В итоге мы нашли бренда Жатец. Он здесь существует, пивоват. И вы даже видели фирменный магазин. А сейчас мы находимся в ресторане в Медведях. Это просто шикарно. Посмотрим, как будет еда. Так что, большое спасибо, друзья. До новых встреч. Надеюсь, вам понравился этот выпуск северо-запада Чехии. И большое вам спасибо за поддержку. Пока.